всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь на ваших экранах мой аспарагус на той неделе у меня еще были на него виды чтобы его пересадить ну наконец-то руки дошли наконец-то я принесла его сюда на кухню приготовила значит здесь контейнер с лечузой все как надо на всякий случай поставила кашпо квадро думаю потому что я хотела его там побольше ля-ля-ля и думаю дай-ка я зайду в интернет почитаю об этом растении если честно скажу вам раньше я подходила более ответственно к тому когда покупала растение особенно когда и заказываешь откуда-то ждешь то есть я читаю влажность там условия ля-ля-ля то есть как бы понимаю то есть в общих чертах да что нужно растению но это растение я купила здесь у нас в парадели это было случайно то есть я прибежала за одним увидела его схватила его прибежала в общем это было спонтанная довольно таки покупка хотя на тот момент когда я посмотрела на его классные вот такие мягкие пересты пересты так и называется ну как перед а нежные аккуратненькие все как надо на тот момент у меня было еще легкое сомнение потому что в свое время у меня что-то было наподобие и он так сыпался он такой мусорный был что в общем я от него избавился того растения думаю блин не хочу вот ну вот это все вот это постоянно сыпется убирать все-таки хочется до получать удовольствие они просто вот так вот в общем я его принесла домой пересадила я его очень быстро закрытая система чего я туда носовала я не помню ну так как у меня в основном лечу запон лечу за терапон то предположим что именно в этом он и сидит скорее всего это было это был метод перевалки то есть поставила засыпала аккуратно и все и все стоит у меня где-то там наверху на полке просто единственно что он очень быстро пересыхает так как закрытая система корней его не вижу понимаю что пора поливать просто раз в неделю подхожу и наливаю туда ну приблизительно не знаю стакан воды точно вот стакан воды точно за это время как я вот летом его купила он у меня разросся где-то разом в три это точно у него такие прекрасные вот идут вот они сначала он выдает веточку да а потом она начинает у него вот так вот опушаться очень красиво раза два за это время я у него вот здесь внутри совсем желтенький убирала аккуратно чистила подрезала и вытягивала оттуда все это делала очень аккуратно и сам по себе вы понимаете я хотела свое видео начать с того что здравствуйте я хочу вам представить растение которое абсолютно неприхотливо в моих условиях прям вообще смотрю на него и любуюсь просто добавь воды но когда я открыл интернет и начала читать про него это было буквально вот перед тем как снимать видео блин ребят лучше не читала потому что я такое о нем начиталась что она капризная что она любит прохладу что его нужно купать что его нужно опрыскивать ставить рядом значит батареи нельзя он не любит засуху но также он очень боится перелива ля-ля-ля в общем короче читала читала смотрю у меня значит очки аж приподнялись думаю ну ничего себе пересадка крайне аккуратная корешки у него тоненькие ничего повреждать нельзя в общем это на самом деле как люди пишут это очень сложное растение чтобы добиться вот такой вот пышности красоты да бывает это тяжело ну как вы уже поняли ко мне ты не имеет никакого отношения он не любит чтобы там в поддонах стояла вода у него все как надо а я как раз приготовила именно кашпо квадро мало того я приготовила такой размер это вообще 13333 прозрачненький потому что впереди лето это сейчас надо разросся вот в таком от объемчики сидит это по моему 440 миллилитров я понимаю что это будет крайне много но меня это избавит до в летом подбегать него два-три раза в неделю чтобы его поливать пролила хорошенько и хорошо а теперь то я не знаю теперь ну в любом случае подбирать кашпо прежде чем ты достал с посадки опять-таки мне сейчас надо будет достать его с посадки настолько аккуратно чтобы у него вообще практически все это осталось вся все весь земляной ком от она на земляного кома то нету в общем что же мы с вами гадаем и гадаем по идее мне нужно его достать поставить аккуратно и обсыпать вокруг грунтом решила я в этот раз использовать грунт который мы с вами намешивали прошлый раз это лечу за терапон также вниз кашпо я хотела уложить мох ну и давайте наверное приступим вообще в сомнениях конечно ну что теперь я сначала буду делать в любом случае его нужно пересадить и хорошенько пролить потому что он подсох а это плохо это значит что он станет желтить я этого не хочу так сейчас устанавливать телефончик на свой держатель вот и приступим так в любом случае я уже взяла квадро туда я сделала вниз мог смотрите муха сверху уложила грунт а еще и сверху хочу насыпать осмокот маленько потому что я прочитала что оказывается это растение очень любит покушать и что без питания он также желтит интересно интересно так 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 ну что давайте давайте достанем наше прекрасное растение надо как-то его так достать чтобы рядом сразу стояла кашпо корни мы с наше прекрасное растение вот эти желтенькие это нормально это с него так осыпается сверху как подушечка потом образовывается ухаживала 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 в итоге неправильно ухаживала посмотрите видите по моему лечу за ему вообще хорошо зашла сейчас мы лечу это которая внизу была у него тоже сюда высыпем его же посадку свеженькую разравниваю аккуратненько чтобы сильно не сыплась вот смотрите раз а замечательно замечательно все таки я не ошиблась по моему не ошиблась размерчиком и что я сделаю я сейчас засыплю нашим грунтом благоемким довольно таки и сверху еще сделаю ему лечу зуб красоты да почему нет вообще в интернете написано что нужно чтобы верхний слой у него все равно подсыхал чуть-чуть идеально чтобы подсыхал но нижний не пересыхал может некоторые растения загубила потому что сначала читала них это сарказм конечно ребят не обращайте внимание шутка юмора хотя хотя мы прекрасно все понимаем да что информация информацию в интернете надо конечно же фильтровать общие какие-то да правила мы читаем но в своих условиях никто же не повторит мои домашние условия но никто же правильно правильно просто ухаживала за растением по найти и понимаете чуть-чуть его только прижмем прям аккуратненько моя задумка изначально было чтобы зачем кашпо квадрата зачем затем что когда поливаю лишняя влага будет стекать под дочек и но она же это же ведь корням не будет никакого отношения нет она просто будет в поддоне и таким образом это водичка недельку там будет стоять да вот создавая тем самым дополнительную влажность которая нужна этому растению корешки со временем выйдут во внешнюю кашпо ну как это у меня обычно не бывает давайте лечу задаваем для красоты будет такой легкий такой пирог красивый ну и мне будет легче контролировать знаете то же самое хойки я почему поставила в такие кашпо прозрачный до квадро я сейчас подхожу вроде бы нормально вроде бы начинаю поливать прям вижу как влага проходит увлажняется вся посадка это прикольно наблюдать за этим прикольно так ну вот по идее ничего сложного да ничего сложного сейчас я внешне кашпо помою потому что она какое-то странненькое у меня в каком-то налете может в нем что-то сидело сейчас я его протру и мы с сами еще прольем эту посадку сняла телефон чтобы показать его снова во всей красе вот такой он стал меня высокий да ну понятно вот такая вот посадка надеюсь она ему зайдет понравится так навела я ему свой любимый коктейль циркон hb вот вот так давайте его прольем дорогие мои подписчики гости моего канала очень бы хотелось смотрите как видно хорошо на что проходит влага очень бы хотелось в комментариях услышать почитать точнее да ну как услышать услышать тоже если у вас есть такое растение поделитесь пожалуйста как вы считаете она вредная невредная капризная не капризная как как вы за ним ухаживаете получается не получается мэти потому что ну вот до сегодняшнего дня я была уверена что это самое неприхотливое растение вы не смотрите что я так много лью я и раньше столько же лила только в маленький объем представляете вот тут был литр смотрите осталось сколько пока достаточно да я половинку налила пока достаточно но я так думаю что мне надо будет потом подойти еще ему подлить я вообще хочу чтобы в поддончике была вода то есть как только вода вышла вообще так и надо вообще-то поливать поддончик вода вышла значит все хорошо вот видите поддончик вода вышла расстояние между ними есть то есть корни самим по себе не замокают ничего но внутри есть и влажность то что этому растению я так думаю нужно я так думала все это время а по поводу того чтобы опрыскивать его тут я скорее всего соглашусь и наверное следующий раз когда мне нужно будет что-нибудь опрыскивать обычно я развожу и пин циркон либо силиплант я их развожу они у меня есть еще в маленьком маленьком распылитель я прохожу и опрыскиваю растений те которые допустим в трессе после пересадки или перед или перед пересадкой я это делаю я так думаю что но сейчас я пролила до циркон и пин думаю пока достаточно а на следующей неделе так как он очень быстро то есть да все это дело выпивает и перерабатывает я пройду еще по листовой его пласт пластине очень очень красиво ну согласитесь да на самом деле украшение любого интерьера но неужели вы откажетесь от такой вот красоты пышности мягкости и воздушности воздушное классное растение вечно зеленая нет опять таки не соглашусь не лично зеленая эти бывают кончики желтенькие а так вот такая мягкая тактильная пушистая елочка а я благодарю за то что вы меня смотрели до новых встреч и пока пока